Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой. Сегодня Денис и Филипп. Мы играем в настольную дуэльную игру Натиск, которая предлагает нам разыграть Вторую Мировую всего за 20 минут. И включает дополнение Ниппон. А Ниппон это Япония. Да, мы сыграем вам и в базу, и в дополнение Ниппон. Вы увидите весь игровой процесс. Во-первых, да, хочу сказать, что все, кто смотрит нас на Boosty, вам огромное спасибо за поддержку. Вы видите этот ролик раньше, чем его увидит весь остальной YouTube и Яндекс.Дзен. И также хочу сказать, что поддержать канал иным способом, можно, купив эту игру по ссылочке в описании. Вот. Все так. Итак, видишь, отмечена печать у Силов Экселленс Дай Ставер. В конце видео, как обычно, скажем, достоится ли она нашей печати Твой Игровой, которой еще нет. Он же продажный, вот этот. Том Василь? Том Васечкин. Ну, не знаю, посмотрим, насколько игра хороша. Да, вообще хвалят. Значит, смотри, мы будем представлять собой гитлеровскую коалицию и союзников. У нас здесь есть поле. Вот эта сторона у нас для базовой игры. Что мы видим на поле, и что у нас личное у игроков, и что можно будет потом добавить себе, значит, рассказываю. Мы видим поле, которое состоит из театров военных действий. Вот они поделены, видишь, пунктирными линиями. На каждом театре военных действий есть вот такая шкала. Она будет после розыгрыша соединений сдвигаться в ту или иную сторону, влево или вправо. Вот это ряды называются компаниями. То есть, вот один ряд, это одна компания. Когда она завершается, то есть, в каждую эту ячейку будет выложен жетон, игрок, у которого будет преобладание сил, получит вот это количество победных очков. Плюс, за... Ну, если его маркер прошел вот эти деления или остановился на них, то вот это будет еще получать. Это тоже победные очки. Ничего себе. Да. Как проходит игра? Вот сейчас у нас в мешок замешаются вот такие вот соединения. Но я их специально оставил открытыми, чтобы рассказать, что каждая из них делает. Все они замешиваются в мешок. Как проходит ход игрока? Три вот этих соединения ты случайно и достанешь, и спрячешься за ширмой. Это будет твой резерв. Соответственно, в свой ход ты одну из резерва играешь в доступную ячейку. После этого применяешь свойства ячейки, сдвигаешь маркер на силу выложенного жетона, соединения, и добираешь новый случайно из мешочка себе выкладываешь. Так ход игрока в этом состоит. Доступны у нас самые верхние кампании, то есть они играются сверху вниз вот так. Выложить жетон ты можешь в любую, на любой театр военных действий, но всегда в ту кампанию, которая сейчас активна. То есть в той, которая есть еще пустые ячейки. А, то есть вот сюда уже нельзя? Пока нельзя, да. Пока у нас вот эта кампания действует. А сразу с этой можно начать? Нет, нельзя. Сверху вниз. А, понял. Да. Ячейки, значит, смотри. Коричневые ячейки. В коричневые ячейки могут быть выставлены сухопутные войска и авиация. Авиация может быть выложена вообще независимо от цвета в любую ячейку. Синенькие ячейки, это, соответственно, флот. Сюда может быть выложен только флот и авиация. И есть смешанные ячейки. Это у нас и то, и то. Может быть, все что угодно может быть выложено. Какие у нас здесь соединения уже присутствуют? Ну, самое элементарное, это флот. То есть я выкладываю, например, вот сюда кораблик. Применяю свойства. Вот это у нас свойства. Ну, здесь, кстати, оно все описано. Производство. Производство, это значит, что нужно... Исследование, извиняюсь. Случайная желтая фишка кладется в мешочек, замешивается. Вот. Это специальные, видишь, они посильнее. Мы их сейчас тоже все рассмотрим. Потом я их закрою, перемешаю. И вот таким образом, заняв вот эту ячейку корабликом, я одну случайную беру, смотрю сам, кладу себе в мешок. После этого сдвигаю... Сюда я не мог кораблик выложить. Вот сюда, например, да, выложил. Сдвигаю вправо на один. Один, вот, в свою сторону. Потому что сила один. Потому что сила один, да. Вот это у нас производство. Производство, это значит, что я... Промышленное производство. Из своего мешочка одну фишку соединения добавляю в свой резерв. Дополнительно, то есть, мой резерв может увеличиваться. То есть, вот, я по свойству ячейки добавил. И в конце хода еще одну взял и выложил. В конце хода это, как бы, порядок хода. Понял, да. Понятно. Вот. Кораблики у нас с силой от одного до трех. Танки от одного до трех. Авиация. Как я уже говорил, помимо того, что она Джокер, есть вот такой Блиц-авиация. У него сила ноль, но это значит, что я могу тут же выложить еще одно любое соединение из резерва. То есть, она как бы вдвоем летает. Но на этом же театре войны. На этом же театре, да. Но в конце хода все равно только одну добираю, независимо от того, что выложил две. Понял. Вот. Также здесь есть генерал и адмирал. Генерал является сухопутным войском. Он приносит очки за себя и за каждое сухопутное соединение в этом театре, на этой компании. То есть, вот так у генерала сила 2. Потому что есть один этот. И то же самое есть адмирал. То же самое только для флота. То есть, вот так у него сила 2 будет. Вот. Это понятно. Теперь по свойствам ячеек. Ну, вот это понятно. Промышленное производство. Достаешь еще одну в резерв. Это у нас исследования желтенькие добираешь. Это пропаганда. Плюс одно очко победное. Сразу же. То есть, сразу же здесь сдвигаешься. Бомбардировка. Ну, тут вот у нас вообще есть список, да. Все они описаны. Бомбардировка. Это случайную из резерва убираешь у соперника. То есть, он их выкладывает в линию. Называешь там число. Семь. Можно семь. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, главное, что случайно. Но по ее поле. Убирается. Вот это. Вот это. Это у нас тактическое преимущество и стратегическое. Единичка – это подвинуть на этом театре свою силу вперед. Ага. А вот такая двоечка тоже, соответственно, на этом театре. Вот такая троечка – это на указанное количество делений, но любого другого театра боевых действий. То есть, когда вот такие вот влево-вправо – это любой другой театр, кроме того, на котором это разыграно. Будь здоров. Прошу, прошу. Что у нас есть вот в этих желтых? В желтых все очень интересно. Ну, есть, во-первых, такой танк с блицем. Ага, есть танки. Есть танки, которые очень мощные, но вот эта вот пятерка – это у нас означает… Нельзя использовать вот это, это я уже подчетал. Да, не играется свойство ячейки. Да. Их лучше у тебя. Ядерный взрыв. Ты на семь повышаешь свою силу по этому театру, но на всех остальных уходишь на два назад. Военные соединения имеют свойство бомбардировка дополнительно, то есть выбирают у соперника один из жетонов. Ну, тут все понятно, нарисовано. То же самое и авиация. В принципе, все понятно, все логично. Вот интересные, значит, жетоны. Это у нас шпион. Шпион. И ученый. Ученого ты выкладываешь вообще, в принципе, на любую ячейку, чтобы получить сразу же ее свойства. А, вообще куда хочешь. Вообще куда хочешь, да. Вот ты ученый. А шпион имеет силу и любые способности, фишки соединения, только что размещенные вашим противником. То есть копирует свойства. Ты выложил танк за пять и говорит, что у меня тоже на 5. Да, этот у меня тоже танк за пять. Хорошо. Вот, все мы это перемешиваем. Только хорошо перемешиваем. Естественно. Значит, давай вообще вот так вот возьмем. Как победить в этой игре, самое что важное. Победа, возможно, двумя способами. По очкам и по, скажем так, невозможности соперникам разыграть из резерва соединения. То есть смотри, если ты не можешь в свой ход выложить из резерва соединения в доступную кампанию, то есть, например, вот осталось, да, у нас незавершенная только флот, а у тебя флота нет, ты не можешь его разыграть. Все, до свидания, ты проиграл. Понятно. И также, если Германия достигает 25 или больше очков, союзник делает последний ход, и там смотрим по количеству очков. Если союзник достигает 25 очков, он немедленно побеждает. Ну, потому что Германия ходит первой. По правилам. Вот, в принципе, и все. А что у нас там на дополнении? Это все потом узнаем. Я вижу тут Годзиллу. Там есть Годзилла, да. Там, короче, альтернативная история, но пока не будем забегать. Да, да, не будет. Ну что, сейчас мы достаем... Так, мне надо как-то вот так сделать, чтобы... Да, я не смотрю, это главное, чтобы еще зрители видели. Что у тебя там? Тогда вот так. Ну, типа того, да, вот так. Все, три штучки достаешь в резерв. О, я достал четыре, подожди, я перемешаю. А, победа в компании, смотри. Она возможна только по силе соединений. То есть, если ты, например, вот с помощью этой ячейки достигаешь вот этой крайней штучки... Так. То должен вот так сделать, то есть, на предпоследнее становить. Но если ты при помощи выложенного соединения достигаешь вот этой штуки, то ты побеждаешь сразу во всей этой вот... на всем этом театре боевых действий. Что это значит? Это значит, что ты сразу получаешь вот очки. Например, да, у нас вот здесь вот этот театр завершен. Ага. Вот. Я разыгрываю, неважно, какое-то соединение, вот сюда, и мой ползунок добегает вот сюда. Ага. Что происходит? Это все закрывается, этот театр военных действий. Я получаю... Три. Три, пять и свойства всех незакрытых ячеек. А, это жестко. Да. Это жестко. Это сложно, но можно. Понятно. Там же он постоянно двигается. Ну, главное, не дать сопернику вот до сюда долезть. Да, да. Не отпускать его где-то. Специально сделано. Хорошо. Вот это понятно. А? Это произвести исследование и сразу выложить это исследование вот сюда. Исследование и производство. То есть, ты вот этот желтый по вот этому свойству закидываешь в мешок. Ага. А так ты его сразу выкладываешь у себя за шермой. Все, сразу заступим. Входи первый. Три штучки надо достать и подумать, что мы можем с этим сделать. Так. Ну, давай сразу заявим свое превосходство в Западной Европе. Вот так вот даже, наверное. Нет, вот так. Три и один случайно этот беру. Смотрим. Ага. Избегаем на раз, два, три. То есть, на любой из трех можно, да? Да. И беру еще один жетон. Все, конец моего хода. Ходи. Это ты, конечно. Ладно, давай попробуем составить тебе здесь конкуренцию авиации. Угу. Это производство. Это ты еще один жетон сразу из мешка достаешь. Это я достал себе один жетон. Двигаешь на два. В свою сторону. Двигаю раз, два. И еще один жетон в конце хода. Вот теперь ходи. Да, теперь я хожу. Ну, смотри, тут все очень просто решается. Можно в другом театре военных действий. Я понял. Да, да, да. Ну, мы сразу заберем вот это очко одно. Ага. Сюда может и флот, и то, и то. На один сдвигаю в свою сторону. И, соответственно, получаю еще два очка. Поскольку у нас эта кампания завершилась. Раз, два. Жетон достаю. Ходи. Так, интересно. Девки пляшут. Ну, смотри. Мы поедем вот сюда. Куда? В Африку поехал. А, в Африке город. На три. Вот здесь. Раз, два. Не, не здесь же. Вот он. А, на любой другой. Да, я понял. И три здесь. Раз, два, три. Три здесь, три там. И беру себе пипочку. Ну, что мы можем на это ответить? А ты здесь сдвинул не в ту сторону, смотри. А. Раз, два, три. Извини, я забываю. Ну, что мы в этом случае делаем? Мы ответим здесь кораблем. Смотри, плюс один по ячейке в мою сторону. И еще плюс три. Раз, два, три. Фишечку достаю. Я кладу вот так. Это блиц. Да, я... Нет, ты вместе с ним сразу еще один выкладываешь из резерва. Смотри, отыграй полностью. То есть, здесь исследование. Берешь один, замешиваешь в мешок. А, я не этот хочу. Хорошо. А, я тебе этот хочу. Здесь ты получаешь одно победное очко. Да. И у нас завершился этот театр. Здесь побеждаешь ты, получаешь три очка. Подожди. То есть, вот это два, это нужно вначале два сюда сдвинуть. А. А вот теперь побеждаешь я. Да, вот теперь побеждаешь ты и получаешь три очка. А, раз, два, три. Да. Еще один добавляй себе. А, еще один себе добавляем в резерв. Так, так, так. Что происходит, а? Что происходит? Ну, союзники ответили. Наглость вон там. Плохо ты отхапал. Давай сделаем исследование. Хорошо. Сути, а почему я положил эту штучку? Какую штучку? Я должен был ее замешать в мешок. Может, ты ее потом вытащил? Нет. Не, не, не. Я тупанул. Еще одно исследование замешиваю. И на один сдвигаем. На тихом океане. Вот теперь достаю. Не, ну это нельзя отдавать, поэтому... А, мой, на счете два очка жалко? Жалко, конечно. Делаем бомбардировку. Ай-яй-яй. Сколько у тебя их? Три. Слева, справа? Давай, слева направо, самую первую. На. Смотри, кого убил. О-о-о, хорош. Генерала убил. Смотри, здесь стрим ко мне. Раз, два, три. Здесь я выигрываю, получаю два очка. Раз, два. Взял. Вырвался, вырвался. Ну и сюда. Производство два. И на два сдвигаем. Раз, два. И два из мешка достаю. Ну, то есть, три, получается, из мешка достаю. Ага. По концовке хода еще. Тысяча раз. Тысяча два. Тысяча три. Ходи. Да, ты вообще жулик какой-то. Что-то. Это вообще легально? Угу. Ну, ладно. Надо это... На четыре. Раз, два, три, четыре. Или сто. А погнали бомбарднем тебя. Давай. На один сдвинул. Первая слева. На. Так, конце хода достаю и ходи. Блин. Ладно, что? Забирать надо. Конечно, пять очков. Ничего себе. Один, шесть очков вместе с этим. Угу. Правильно же? Да, да, да. Вот это, шесть. Это... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И достаем. Жесть, как она есть. Что это такое? Почему? Все, Африка и Ближний Восток закрыты. Африка, мост вейкоп. Ну, давай тогда мы сделаем вот так. Ноль. Блиц. Производство одно. Сейчас вторую еще выложим. Пам. Пам. Закрыл. Три очка. Раз, два, три. Одну достаю, ходи. Неплохо ты так. Да, прикололся. Отстаю, капец. Прикололся, смотри. Бежал уже очень далеко. О, два исследования, почему бы и нет. Причем вот так полетим, пока ты мне его не убил. Это на три. Раз, два, три. И две вот этих. Вот эту и вот эту. Что я тут набрал? Блин, почему бы... Ха-ха-ха. Доставай. Давай. Плюс два. Это вот здесь тебе раз. Не здесь. Раз, два. За корабль. А, это да. А это, я здесь, я хочу вот здесь. Раз, два. Не, ну ты не наглей. Ну, а что? Ну, там пять очков. Вставай. Тихо, да, ходи. Ну, давай поедем вот сюда. Вот так. Сразу себе. Сразу. На два. И на два поехал. Приехали с орехами. А, ты там пять очков хочешь забрать, да. Давай вот так. Тынь. Тут на два. Раз, два. А тут на три. Раз, два, три. На нейтральной ячейке оба игрока получают победные очки, указанные справа от завершенной кампании. То есть, оба получают. Ну, это... Это важно. Да. Что, может быть, кто-то достичь двадцати пяти, а кто-то нет. Да, давай так и сделаем. Я приду сюда, и мы оба по пять очков получим. Ну, давай. Раз, два, три. Четыре, пять. Раз, два, три. Четыре, пять. И достал себе. Я не видел. Так, а свойства... А, тут ничего не было. Угу. Хорошо. Занял пустую ячейку. Тоже неплохо. Так. Ваш ход, батяня комбат. Надо бороться. Бороться надо. Искать, найти и перепрессить. За тихий океан. Блин. Давай вот так двушечку сюда кинем. Раз, два. И производство достаю две. Ну, в смысле, одну есть в конце. Ну, да. Так, у тебя там перевес в двушечку. Угу. Такое себе. Ну, что я тут могу сделать? Тут, как говорится, просто. Ха-ха-ха. Тут, типа, можно, но... Ну, не нужно. Да, поэтому я сделаю вот так, смотри. Один плюс один. И это блиц. И вот так. Так, посчитай только на сколько. Смотри, один плюс один, это два. Угу. Угу. Еще. Еще плюс один. Один. И производство семидел. Два очка. И два очка, да. Раз, два. Производство и этот. Как его. Просто достал. Угу. Это жук, конечно. Ага, тут два производства есть, да? Два исследования. Два исследования. Есть. Два исследования, это очень хорошо. Чпоньк. А ты не в ту сторону двигал опять. То есть, подожди, это вот так оно? Ага. Теперь я раз, два, три. И два закидываю к себе. Так. Угу. Ну ты, конечно, доник. Зачем ты повелся на это? В смысле? А этот хоть? Ай-яй-яй. Обманул? Да. Раз, два, три. И мои три очка. Что ты? Блин. Раз, два, три. Я думал, ты закроешь. Что ты туда полезешь? Думал, там уже все с моей так. Так у меня не было просто фишки и больше единички. Теперь появилось. Я ее водка... Ну добирай. Блин, там уже скоро он закончит. А-а-а-а-а. Аллилуйя. Ты хотел сказать? Блин, это тебе вообще ни один сейчас нельзя давать выигрывать. Раз, два, три. О, господи. Остал. Вообще плевать. Смотри. Идешь вот сюда танчиком. Смещаешься на два. Получаешь два победных очка. Следующий ход хожу. Вот сюда. Вот сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Плохо я сыграл. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Что пришло? А тут не важно на самом деле. Да. У меня блицов нет. Тут все. Ну че. Поздравляю. Тут еще в конце. Я требую реванш. В конце очереди пришло. Ну у меня видишь какие фишки были. Да. Что я с ними сделал. А вот у меня такая же фигня была вот здесь. Я поэтому не мог ее закончить. Потому что я единичку поставлю. А закинул, бля, какую красоту. Закинул. Четверочки. Хорош, да. Еще генерала ты моего убил. Вот. Душа требует реванша. Давай. Давай. На этой стороне еще партеечку сыграем. Угу. 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 Ну давай. Давай начнем с производства. В Западной Европе один. И производим. Ты любишь эту Западную Европу, блин. Блин. По канону. Ну че, надо исследовать. Тут нельзя давать тебе. Отдай. В мышок. Раз, два, три. Что это такое? Не то идет. Не то. Ну а мы тогда заберем Восточную Европу блицем. Смотри. Тынь. Плюс один. Танчик сюда. Еще плюс один. Два очка. Раз, два. И производство. То есть две фишки достаю. А, я в конце хода же должен был вытащить, правильно? Да. А я не вытащил. Вот. Ну а тут мы красиво забираем генерала. У него четыре. Потому что плюс три, правильно? Нет, нет. А, смотри. За каждую фишку он дает плюс один. А, за каждую. Ну два. Плевать. Раз, два. Одно победное очко. Да. И еще два. И еще два. Без проблем. Без проблем. Так. Ну, ситуация, конечно, так себе. Фу, подожди, это адмирал. Адмирал. Да, это адмирал. Ну, плюс один тогда только. Ну, хорошо. За себя. Просто, ну, я тогда не буду. Я танчик буду. Ну, я увидел, что у тебя есть адмирал. Да. Ты увидел, что у меня есть адмирал. Плевать вообще. Тогда я выложу танк. Блин. Что? Ну, смотри. В мою сторону один. И в твою четыре. Раз, два, три. Правильно. Все. Вот так. Мой ход. Да, я достаю. Из широких штанетов. Да, повоюсь тут. Ну, и поплаваем. Плывите. Фильмка, плывите. Не, ну, там надо это. Бороться, искать, найти и перепрятать. Раз, два, три. И две этих. Тем более за две. Сверху. Парнишок. Ага. Чего бы нет. И в конце хода достаем. Тому что ты, блин, где все желтые? Из левого угла, но ведь я помню. В шаре в этом, в Робин Гуде помогал. Так, не, ну этот я забираю. Один и четыре победных очка получается. Раз, два, три, четыре. Так, а тут что у нас? А, это я уже получил. Тыщ, тыщ. Ну, давай драться. Вот здесь, кстати, нужно попробовать. Да, смотри. Бомбану тебя. Ой-ой-ой. Вторую. Чего же тебе так везет, а? Да, блин. Взял адмирала, убил. А, все. На один я подвину. Это везучий. Я его берег для Тихоокеанской компании. Можешь попытаться моего убить? Попытаемся. Раз, два. Сейчас, подожди, я помешаю просто, чтобы рандомно даже. Вот, чтобы я сам даже не видел. Вот они, три лежат. Третий слева. Это вот раз, два, три. Вот это. Молодец. Адмирал за адмирала. Так, все, достаю фишку. Тысяча. Есть, ходи. Блин. Ну, тут нельзя отдавать, поэтому вот так. Раз, два, оба получаем по два очка. Раз, два. Подожди, у меня есть следование. Раз, два. Все, да? Тут же исследование? Угу. Угу. Да. Ну, зачем? Давай, два исследования и на три пошел. Угу. Раз, два, три. Правильно, что тут все стоит? Да, да, да. Было на середине два, два. Да. Два исследования. Раз, два. Угу. Так, о, неплохо закинул. Достаю. Окей, смотри, смотри. Идем вот сюда. Близ производства. И вот это здесь. Здесь на один сдвигаю. Здесь два на другой. Раз, два вот здесь. Угу. Влекает внимание на Западную Европу, да? Не, ну здесь мы завершим, конечно, эту кампанию в свою пользу. Один и раз, два, три. Тащу фишку. Ну, мы поедем в Западную Европу, сделаем производство. Это раз, два. Достал две фишки. Одно за производство, одно за конец холмы. Там уже очень много очков, конечно. Ну, а что я могу сделать? С такими раскладами ничего. А! Ну, это же тут уже доступно, да? Сюда, бзжууууууууууууууууууууууууууууууууууууууут и на бреющем залетел. Угу. Раз, два. И раз, два, три. Да-да. так стою здесь завершай здесь достаточно полетим в африку делаем 1 1 1,2,3 и широкие штани сложно а мы вот так плюс 5 1,2,3,4,5 прилетел сюда четверка не используешь ее там и нет то есть 1,2,3,4 и получаю 3,3,6 четверка не хватает хочешь легкую победу ну мы тебе ее не дадим шпион четверка 1,2,3,4 хорошо и ничего не делаешь а подожди шпион копирует соединение только что размещенное вашим противником ничего не делаешь что там крестик ладно жалко ну ладно стой тут так достаю легкой победы не будет танк приехал сюда раз два сюда и три на другом фронте что мы будем тереть на другом фронте здесь по трем раз два да наверное вот так раз два три плюс два очка раз раз два угу тысяч ну чё минус один в мою сторону один тебе шандарахна слева справа слева второй второй слева убил корабль угу доставай из мешка угу вот мой генерал слава богу выжил и раз два три четыре хорошо шесть плюс два восемь раз два три достиг или находится дальше первой ячейки со значком победных очков то одно если до второй то два нет два все правильно восемь это у а тогда у меня должно быть на одно меньше я там себе то а вот но это неважно блин в первой катке мы как четыре раз два три четыре почему я дошел до сюда ты по этому фронту выиграл я дошел вот до сюда ты на этом театре военных действий выиграл да это а Если ты в этой компании достиг, например, вот этого, ты получаешь это, это и каждую ячейку. Я понял, понял, понял. Но это не победа в игре, да. На этом подумай, стоит тебе это сейчас делать или нет. А, я не достал. Это раз, два, три, четыре, пять. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну чё. Раз, два, и исследование. Закинул. Ну, здесь мне достаточно одного. Поэтому вот так. Одно ПО. Одно ПО. Один подвинул. Один подвинул. Три плюс два, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Летим мы вот сюда. Один. Производство два. То есть я достаю сейчас три жетона. Один. Два. Три. А чё ты говорил там, помнишь, короче, что, типа, если ты достигаешь там до сюда, в какой-то другой момент, она сдвигается сюда, это в какой-то момент. По свойствам вот этих сдвигов. А. То есть если ты на три, например, двигаешь, то ты двигаешь не сюда, а вот сюда. То есть сюда можно только соединениями вот этими силами попасть. А если, например, я вот сюда что-нибудь положу, будет к нему плюс два, и она всё равно сюда не сдвинет. Ну смотри, этот сдвигается до того, как сдвигается по силе соединения. А. То есть ты, например, выложишь сюда трёшку. У тебя сначала будет раз-два, а потом три от соединения, и ты достигнешь сюда. Всё, я понял. И завершишь компанию, если у тебя есть. Ходи. Я понял. Так. Ну там, типа... Вот сюда надо идти. Так, буль-буль карасики. Вот сюда. Два очка. Раз, два, три. Раз-два. Угу. И достаю. Раз Два. Два очка. Раз-два. Угу. Угу. Достаю. Тыщ, тыщ. Охо-хо-хо. ну собственно что все ты выиграл сюда 5 плюс 27 1 2 3 4 5 6 ах ты но ты был близок опять проиграл красиво у тебя там а у меня видишь одни единички мать их заново я все равно не выиграл ну что я бы разбомбил вот я бомбежкой нормально пользовался ну наверно да вот так вот базовая игра давайте покажу тебе что добавляется в японии во первых свои фишки убирай там короче дополнение непон предлагает нам альтернативную историю что было бы если бы гитлеровская коалиция все-таки победила во второй мировой войне и оккупировала америку и при этом при этом бывший союзник япония пошла бы против гитлеровской коалиции и пришла бы воевать с ней на территории сша приведя с собой годзиллу короче шкала победных очков то же самое ты берешь себе вот это вот это мы убираем смотри здесь значит у нас все то же самое вот эти жетоны тоже те же самые но добавляются у нас в технологии ну годзилла твой плюс 4 он смотри он является и сухопутным и морским юнитом но свойства генерала на него не распространяется ну понятно ну то есть как годзиллу управлять да тут есть такие фишки значит есть эти партизаны тут как если сила на твоей стороне то они плюс 1 а если сила на стороне соперника то они плюс 3 а а прикольно его в технологию сюда замешиваем больны и вот этот жетон умелое управление он позволяет воспользоваться свойством ячейки дважды сила 1 на боевой эффект ячейки применяется два раза это все кстати вот с этими фишками с партизанами и с этими можно играть и в базовой игре но просто они из дополнения поэтому я сейчас про них рассказал тут есть тоже еще свои особенности здесь как видишь каждый театр боевых действий представлен одной компанией вот но после того как одна из компаний завершается ты во первых вы смотри если фишка будет стоять на твоем здесь видишь плюс 1 2 3 ты получишь преимущество на следующем фронте несколько из них только активны вот эти вот компании давай сразу подготовку короче закончим маркеры сражений на гонолулу сиэтл джексон вилл и бостон они красного отмечены да вот то есть активные компании у нас сейчас вот эти после того как одна из них завершится то есть вот здесь вот будет выложено да вот так например неважно что вот игрок который завершил выбирает на какую следующую ему перейти то есть на вот эту либо вот на эту вот они стрелочками связаны и вот это вот означает что уже будет преимущество плюс 3 то есть перешел и сдвинул на плюс 3 следующей компании потому что действительно разное количество очков они дают и так далее вот в принципе все здесь победа если так здесь игрок за японию делает первый ход и соответственно когда последняя боевая ячейка компании занята фишкой соединения так как я рассказал то же самое но только теперь у меня будет дополнительный ход если ты первым набираешь 25 очков а так в принципе все остальное то же самое хорошо 2 3 подожди а я желтый все не он танчик чуть не на 4 так что у нас гонолу гонолу гонорейка сиэтл хороший сиэтл принципе можно помороться и чё там еще бостон давай бостон а в красную щеноте потому что и кто-то и в неё передел а давай бостон сразу вот так ты дышь найден на 1 и вот не что там производство исследование производства сразу до кей фишку добирай надо я забыла бульбуль карасики два очка с 2 и 1 2 добираю ты так не дерзи конечно потому что смотри у меня есть вот такие бульбуль карасики которые на 6 делают 1 откуда у тебя сразу вот только что взял добирай вали отсюда с этого фронта мы тебе фронта так просто не зададим но все равно же я выграю но суд важно насколько в чикаго потом у тебя будет перевес или в нью-йорк скорее всего нью-йорк поедешь с перевесом да тут вещь есть вообще короткие прям из двух состоящие но мы вряд ли заедем в анкоридж но это тупиковый вид я думаю что ты в нью-йорк поедешь тебя после анкориджа куда тогда никуда смысле типа заканчивается дураком до маленькая победоносная война ну это типа вариант такой завести противниками давай вот так вот просто единичку отыграем здесь хорошо не сильно жирно было 4 победных очка я получил до 4 победных очка и кудак двигаешь компанию сейчас подумаем подождем все надо своих войск смотреть более тактическая карта конечно да ты ходишь я хочу как ветер петь давай разминочная сделаем производство один в твою сторону ну коли ты произвел давай прорядим немножко твое произведенное войско бомбежка слева 1 слева 1 1 2 3 слабоватый удар был ходи ничего там еще бомбы есть шандарах не сюда плюс 2 2 1 2 5 он этот фронт походу заберет не но если у него нет тройки давай вот так вот 1 2 и производство достаю 2 делай свое грязное дело что себе нью-йорк из воды поднимается годзилла серьезно раз два три четыре ну пять очков заработал годзиллой в какой едем край так мы я могу поехать в чикаго опять же или в атланту теперь поехали годзилла плюс два танка такие в нью-йорке а у меня там крейсер и самолет ну понятно там годзилла легко с ними справился один бы нет кстати в чикаго в чикаго ну чикаго слабенький фронт но там есть победные очки блин охренеть ты оторвался ходи охренеть ты как оторвался поэтому делаем так раз два и раз два угу 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 вот так следование и доставим из широких штанин ахахахахаха интересное кино денес он тут еще очень смотри да я вижу этим и нам заняться я думаю не 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 ахахахаха раз-два-три и производство достаю два давай напрягает чикагский фронт не дать тебе просто плюс один преимущество в принципе это не проблема какое преимущество какое преимущество подожди тут надо все обдумать конечно но дальше раз-два-три и преимуществом 3 мы едем сюда миниаполис 1 2 3 достаём 3 очка на число жду давай на миниаполисе надо производиться 1 2 и произвел 2 2 легко 2 плюс 2 4 1 2 3 4 мочи посмотрим спокойно давай нанесем авиаудар по гонолулу с двумя бомбардировками 1 и 3 генерала завалил гад но тут просто завершаем миниаполис плюс один это раз два три и с преимуществом 2 едем салт лейк сити достаем у нас в лейк сити значит мы берем продолжаем нашу вакханалию японские бомбардировки еще 2 давай первые 2 слева сумасшедший ты вообще псих нем теперь производить надо и у меня не остается никого на самом деле так а этот у нас ну так вот не самолеты он считается флотом поэтому джексон вилле такой один адмирал оставшийся вышел такой чик едва произвожу ну ты не оставил мне конечно выбора вообще ну тут короче твой адмирал вот так прилетает сюда ему еще троечка раз два три джексон вилл и плюс один на другом фронте вот здесь просто ужас давай вот так мочканем раз-два-три хорош хорош красивый красивый боже мы придем сюда вот так раз два три хотя тоже можно там же закончить стой 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 заканчивать там было плюс они это раз-два-три с плюс один и ехать так хотя давай наверное уплевать на 3 это раз-два-три с плюс один уехал в новый орда новый орленов мы не сдадим плюс 5 раз два три 4 5 ходи здесь вот так нам подожди я же 3 должен получить получаем 1 2 3 и вот здесь закрываем с плюс 2 все это уедет в лос-анджелес плюс 2 еще 3 и чувствовать делать тот же вопрос у меня что с этими делать друзьями давай делать тебе нельзя давать очки надо закрывать вот эти вот штуки давай наверное вот так один раз два ладно раз ты решил то тут дам заберешь 2 здесь 21 1 ты в ту сторону здесь длину влево да у тебя смог бы она лишь 5 кинул до так очков больше нету на поле на то чтобы получить не sim артер дорисую щит а и доставать жестко везде во флотов своих по напихал ну что делать ну давай в лос-анджелес танком заедем хорошо раз два три и один на другом другом фронте это будет пусть здесь ну поплыли чем производство 2 до 3 ну что ходи пора заканчивать вот это безобразие раз-два-три переезжать вот сюда без преимуществ сан-хосе ну что я могу сказать морской бульвинг идет вот сюда у него сила 2 до 1 и плюс до 2 и плюс 24 смотри теперь как мы на бреющим заходим сюда раз исследования два исследования так закидываю в мешочек блин а это что что-то твоя ты мне это убивал нет ну закидываю мешочек делает выкатилась это дезерти не в ту сторону воюет ходи на самом деле уже плевать потому что я здесь не сдвинул да плевать вот сюда один опять ты получил все пошел на буду с тобой больше подожди раз два три 4 5 у тебя еще ход лишь перуха точно мне еще ход но у меня там и лос-анджелес мы с лос-анджелеса едем гонолулу сделали сан-хосе уже воюем а никуда ты уже не едешь закрывается этот мать его дезертир мне в конце игры вышел у меня в меня почему я сделал два исследования что у меня мешок пустой был и вышел в танк и вот этот закинулся а это мразь из трех мне досталось ну ты сам как-то его про этого я не знаю как ну чё не доберем ну я думаю да я ничего не сделаю конечно вот такая игра вот такая игра да ну чё скажешь прикольно мне понравился ну смотри здесь во первых ну да есть рандом потому что иногда ты сидишь просто с единичками и не знаешь что сделать но с другой стороны ну клади на те фронта их где тебе особо не нужно или там все равно единичками тоже может что-то делать всегда их можно полезно положить например на бомбардировку на вот такие штуки плюс 2 там в другом месте себе дать поэтому в принципе тут кажется что ой рандом не завезло но на самом деле здесь он контролируем этот рандом даже если тебе не совсем не завезло можно что-то сделать мне понравилось хорошая игра и быстро довольно таки прикольно вот это вот тема с исследованиями с том что ты еще не знаешь какое тебе исследование достанется да ну исследование это на реиграбельность нас многое вообще не по выходило никто не исследовал ядерное оружие ни разу не партизан не этого да у японцев добавляется вот этот самолет бомбардировщик да кстати о базовой фракции его нет он сам 0 но зато он бомбардировать но вот эти тут 2 бомбардировки там 2 бомбардировки рулят она прям срезает противник хорошо ходы я сидел мне по 5 фишек было мне было из чего выбирать и это хорошо но я тоже производство развернул у меня в один момент тоже было 5 фишек где-то но видишь три партии подряд слитые ну не слитые я не умею особо в цифры это игра в первую очередь в цифры тебе надо видеть где ты сможешь больше до большего добиться и контролировать конечно все фронты то есть не увидел я соперник у тебя там взял преимущество проиграл плюс она еще просчитана я этого не делал но слишком заморочено но те кто хотят могут просчитать какому фишки у соперника вышли ты смотришь на поле а у него танк тройка например вышел или четверка значит у нее четверки больше нету а здесь он не можно оставить такую клеточку который где только танки он мне тут особо ничего не сделал даже самолетов сильных нет то есть можно это все просчитывать смотреть но я это не занимался этим да она игра на самом деле как раз таки про это то есть большие плюсы и это короткой партии и легкие правила вот и при желании ты можешь конечно уже на опыте в нее побеждать то есть вот именно если просчитывать и знать какие фишки у соперника уже вышли да ты смотришь там вероятно сможешь а у него там много скорее всего четверок сейчас дай-ка бомбардировку долбанул больше шанс большой что ты ему хорошие войска снесем поначалу на самом деле бомбардировки вообще не решают потому что непонятно чего у него вышло вот единички эти настреляла толку как-то у меня блин генералов безло убивать что мы все постоянно как не бомбардировка так генерал дохнет как у меня этот адмирал выжил я вообще в шоке у тебя просто генерала они думают о армии они сразу бегут вперед защищаем телом закрывают вот этими пузами усами они защищают других не хорошая игра в принципе я согласен с печатью тома васечкина да да со рекомендовать можно как новичкам любителям военных игр ну wargamer и конечно такие суровые не думаю что ну да ворвутся да это все-таки для них такой филерок общем но это вообще не вертгейм да но как дуэлька такая вот про тактическое планирование про циферки хорошая игра да и дополнение добавляет тот вообще другой геймплей соло режим здесь кстати еще есть соло режим в нем кубик и стратагемы ну здесь бот я честно не не читал как там играть но тут добавляется такой еще компонентский в виде стратагем и кубика ну кто любит попробовать можно что на этом все с вами были denis филипп канал твой игровой до встречи танки к бою крейсер в море объявляет филипп сборы наступал по всем фронтам но просрал и там и сям интересно девки пляшут дэн с утра шпиона вяжет тот собрался танку гнать не дадим ему стрелять дэн бомбит филипп страдает адмирала убивают но ответочка летит дэнов адмирал убит призадумался денис и в руке жетон повис в африку или в европу ай пошло оно все в опу